Осторожно, двери закрываются. Этот голос не должен никого раздражать, но и должен доходить до сознания пассажира, не должно быть такой тихой, равнодушной, монотонной интонации. Ну и не должно быть, конечно, динамики в голосе, каких-то красок, интонирования повышенного. Потому что если человек едет в метро несколько станций каждый день по несколько раз, естественно, он будет на это обращать внимание. Изменения в системе информирования в Самарской подземке приурочили к открытию станции метро «Алабинская». В течение месяца в вагонах было техническое оповещение. Судя по отзывам в соцсетях, пассажиры были от него не в восторге. Слышат голос Татьяны Дмитриевой и говорят, куда приятнее. Мне нравится, слышно хорошо, звук хороший, все понятно и ясно. Нормальный голос, темпыр. Все четко, но главное, чтобы было слышно объявление остановок. Мне все понятно, слышно хорошо, все устраивает. Вкусы пассажиров метро полностью совпали с мнением сотрудников Самарской подземки. Я думаю, что этот голос на многие года, думаю, будет в вагонах метрополитена. Ну, конечно, с открытием новой станции придется снова переписать речевые информации. Я думаю, что если ведущий Дмитриева захочет продолжить творческие, так сказать, отношения, то, я думаю, мы и в следующий раз тоже попросим ее. Работники метрополитена говорят, на сайт постоянно поступают положительные отзывы об изменениях в системе информирования. Теперь голос Татьяны Дмитриевой будет сопровождать самарцев по дороге на работу и домой. Станция Алабинская. Конечная. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в вагонах. Марина Кравцова, Алина Чемерес, Павел Просняков. События.